ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СМЕШНЫЕ ПЕСЕНКИ ПРО ЗВЕРЯТ Спорим, ей понравится Спорим, на три щелбана А что, и поспорим Вот давай так, мы спрячемся И когда Саша войдет, песенку незаметно из чемодана достанем Если Саша засмеется, тебе три щелбана А если не засмеется, сюрприз испортится Как тогда быть? И ничего не испортится, я точно говорю, Саша любит смешные песенки Так что, спорим Спорим Здравствуйте, ребята Привет, Гнамы, все спорите? Ой, привет Вот видишь, Дзинь, все из-за тебя, пропал сюрприз Сюрприз? Ну да, хотели тебе сюрприз сделать, и ничего у нас не вышло Потому что нечего было со мной спорить Потому что все знают, что я лучший в мире песневет Да-да, мы помним, мы сказковед и цветовед, о чем спорили-то Вот скажи, Саша, какие ты песни больше всего любишь? Больше всего? Не знаю, так сразу трудно сказать А ты скажи, вот сейчас ты про что бы хотела песенку послушать? А я точно знаю про прекрасного принца, про волшебные превращения, про... Не подсказывай! Наверняка лучше про смешное что-нибудь, правда? Ой, а две нельзя, про разное, а то я и про превращение хочу, и про смешное Ну вот, а как же мы тогда узнаем, кто прав? Оба правы! Я прав, все люблю! А сейчас... Вот вы говорите, что в любой-любой неприятности есть что-то хорошее, правда? Конечно! А ты что, сомневаешься? Ну, немножко, если честно У меня тут проблема И ничего в ней хорошего нет уж точно Но это ладно А вот песенка есть такая, ну, про что-нибудь, что сначала кажется неприятностью, а оказывается... приятностью Вот, есть такая песня? А вот, например, дождь, это неприятность? Дождь? Для цветов нет, а для нас, наверное, неприятность, гулять не пойдешь, лужи везде Вот, видишь, а ты сомневалась Просто... это же как волшебство, вам хорошо, вы гномы, а как быть тем, кто не волшебный? Ну, хочешь, мы проведем с тобой урок волшебства, и ты тоже станешь волшебная Хочу Ну что, начнем Рассказывай, что у тебя стряслось Понимаете, у меня много друзей Мы все в одном дворе живем И очень любим вместе играть Еще когда маленькие совсем были, все в одной песочнице копались В семью играли, в машинки разные, и потом... Да, ну, мало ли во что малыши играют И сейчас играем Ну, не в песочнице, конечно Вот, играем-то мы все вместе Но вот больше ничего общего у нас нет, представляете? У каждого какие-то дела свои, и получается какая-то ерунда Какая такая ерунда? Ну вот смотрите Допустим, я дружу с Олей А она играет на скрипке А я вот ни на чем не играю Оля в музыкальную школу ходит Ноты умеет читать, представляете? И когда мы подрастем и в куколки уже не будем играть Ну что, Оля со мной дружить перестанет? Я же ничего не понимаю в скрипке Или вот, например, Алеша А с ним что не так? Да с ним-то как раз все в порядке Он шахматами занимается, представляете? Мы раньше с ним в шахматы играли А теперь он меня сразу обыгрывает, и все А тебе обидно? Да не обидно мне, просто... Ну, так же неинтересно играть И еще он какие-то задачки решает Шахматные В общем, ему самим собой играть интереснее, чем со мной Или вот, например, Катя Она вообще... Что вообще? Ну, Катя занимается балетом И готовится в училище поступать Представляете? Она уже скоро будет на пальцах танцевать Как настоящая балерина Ну, а я танцевать, конечно, умею Ну, не так, как она, конечно Ну, и как нам всем дружить? Что, совсем никак не получается? Вроде пока получается Только... Странно Я думала, что друзья должны быть похожи друг на друга А мы все разные Может, мы и не друзья? Проблема Знаешь, я тут одну сказочку вспомнил Профей? Да, профей Ой, обожаю волшебные сказки Расскажете? Конечно Слушай Жили в одной волшебной стране пять фей Были они самые настоящие волшебницы Фея звезд и облаков жила, как ты понимаешь На маленькой голубой тучке И отвечала за порядок на небе Ты же знаешь, что мореплаватели ночи находят свой путь по звездам А полям и лугам часто бывает нужен дождик Ну вот, достаточно было попросить фею звезд и облаков И облака либо прилетали и поливали землю Либо расступались И звезды могли сиять и указывать путь А фея лесов отвечала за мир и порядок в лесу Следила за тем, чтобы звери жили дружно Чтобы всем хватало грибов и ягод Еще были фея ручьев и фея подземного мира Хозяйка драгоценных камней и прочих богатств Которая иногда, когда кому-то из людей этой волшебной страны Жилось особенно тяжело Позволяла ему отыскать клад Но вы же сказали, что фей была пять Что же делала пятая? А пятая фея не смогла найти себе дело Потому что очень завидовала остальным Только бывало, решит чем-нибудь заняться Посмотрит вокруг И кажется ей, что вот у подруг дела более интересные и полезные И опять ничего не делает Надо сказать, что волшебная палочка у них была всего одна Она хранилась на волшебной полянке Просто когда какой-нибудь фее нужно было сотворить чудо Она брала палочку, а после возвращала ее на место Ну и вот Фея, которая не могла придумать себе занятие Решила палочку спрятать Ну, просто из вредности Взяла на палочку и спрятала в дупле огромного дуба А в то же самое время к фее лесов прилетел молодой филин И говорит Хочу жениться на сове Да только жить нам негде А фея говорит Я знаю одно дупло, в котором еще никто не поселился И вам, и вашим птенцам будет очень уютно в нем Заглянули они в дупло, а там Волшебная палочка Точно Тогда спрятала вредная фея палочку в подземелье В сундук с сокровищами Но фея подземного мира подсказала дорогу в подземелье бедному крестьянину У которого сгорел дом Тот взял себе сокровища, а палочку принес фее Где только не прятала вредная фея волшебную палочку Все время возвращалась палочка на волшебную поляру И тогда поняла фея, что ничего не получается у нее Села она прямо на травку и давай горько плакать Прилетели другие феи и стали думать, как же ей помочь И что? Неужели придумали? А как же? Предложила сначала фея звезд и облаков Хочешь мне помогать? А та отвечает Ты прекрасно справляешься сама Тебе не нужен помощник Да и не смогу я так, как ты И в лесных делах ничего не понимаю И в подземных И ничего-то я не умею Вот, вот, видите? Это же и правда беда Что ей было делать? Конечно, вредничать не надо было, палочку прятать Но и чем ей заниматься? Просто эта фея хотела быть, как кто-то другой И, конечно, не смогла А ведь она тоже была фея И у нее было особое волшебство Волшебный дар Которым кроме нее никто не обладал Просто она не хотела разобраться, в чем же он состоит И что же? Она нашла свое дело? Конечно Эта фея стала жить среди людей Помогая каждому жителю этой страны Найти себе дело по душе и по силам И с тех пор в той волшебной стране Люди совсем перестали ссориться А стали друг другу помогать во всем Потому что оказалось, что каждый может делать что-то такое Чего больше никто не умеет Да И правда И ведь если бы феи и подружки были одинаковые То они и волшебную палочку не нашли бы Все бы занимались, например, облаками И палочка так и лежала бы себе в дупле Или в подземелье И никаких чудес Вот видишь, как на самом деле хорошо Когда каждый похож только на самого себя В самом деле Надо не другим завидовать А с собой сначала разобраться А давай с тобой разберемся Вот ты чем любишь заниматься? Я? Вообще-то больше всего, наверное, рисовать люблю Я и на занятия в изо-студию хожу Но из моих друзей больше никто туда не ходит А-а-а! Это же здорово! А знаете И правда здорово Вот мы с классом в картинную галерею ходили Я прям целую экскурсию провела Ну, нам же в изо-студии рассказывают и про художников И о том, что они изображали Ну, в общем, про все-про все И я ребятам кое-что объясняла Пока мы картины смотрели Вот, например, картина Вознецова «Богатыри» Мальчишки спрашивают А чего это за штука на руке у Ильи Муромца висит? Представляете? А я, девочка, мальчишкам объясняла, что палец Это оружие такое Или вот картины Айвазовского Ребята удивились, что так можно море рисовать Вроде на всех картинах море И везде оно разное Всем очень понравилось Ребята сказали, что надо нам еще куда-нибудь всем вместе сходить И чтобы я все рассказывала Видишь, как удачно А если твоя Оля всех нас на концерт к себе пригласит Тоже много нового узнаете Так вообще можно все на свете узнать А были бы вы все похожи, и что? Просто все-таки здорово уметь всякие волшебные штуки проделывать Какие это, например? Вот как сегодня Вы опять мою неприятность превратили в удачу Вот как вам удается? Ну, это же был урок волшебства Ты, значит, тоже теперь умеешь Вот смотри Играет человек на трубе В оркестре И думает себе А вот почему я не на скрипке играю, а? Здорово, наверное, на скрипке играть Ну нет Если все будут на скрипках играть Это что ж получится? Это разве оркестр? Надо, чтобы и на трубе кто-нибудь играл И на арфе Вот, значит, урок волшебства даром не прошел И ты бы этому человеку тоже могла помочь его неприятность превратить в удачу Если бы он тебе пожаловался Ну, чем ты не гном? А и правда Ой, спасибо, друзья Я, честно говоря, думала, что раз я не танцую, на скрипке не играю, и в шахматы тоже не особо То я хуже всех И дружить со мной неинтересно А оказывается, что я просто совсем другая И дружить так гораздо интереснее Ура, ура! А знаете что? Это на самом деле очень просто кажется, когда вы мне уже объяснили И почему же я сама не додумалась? Я глупая, да? Понимаешь, иногда вот чем проще, тем сложнее додуматься Я тоже иногда удивляюсь Вот кто-нибудь что-нибудь объяснит, а я потом сижу и думаю Как? Я сам не догадался Потому что тот, кто объяснил, с другой стороны и смотрел Вот! Не потому что ты глупый, а потому что он другой Вот вы такие разные все время спорите Потому что с разных сторон смотрите, да? Конечно! Но заметь, мы спорим, а не ссоримся Потому что мы друзья Вы молодцы! И все знаете Ну, чего один не знает, то уж точно знает другой Это чего я не знаю? Я, если хотите знать, лучший в мире Песневец, сказковец, знаем-знаем Вы оба самые-самые лучшие И вообще-то Получается, что каждый человек на свете в чем-то самый лучший, да? Надо только разобраться, в чем именно А помните песенку про то, как кое-кто хотел разобраться, кто же он здесь на самом деле? Точно! Где она там в чемоданчике? О, вижу, в уголке Слушайте Надо в дорогу, в дорогу, в дорогу мне торопиться Надо узнать, надо узнать мне, что я за птица А почему, а потому Плохо на свете, плохо на свете Жить одному, жить одному, жить одному Помню, помню Помню, помню Птицами считают Только тех Только тех Только тех Которые летают Только тех, которые летают Птицами, птицами, птицами считают Птицами, птицами, птицами считают Надо в дорогу, в дорогу, в дорогу Не торопиться Надо узнать, надо узнать Что я за птица А почему? А потому Плохо на свете, плохо на свете Жить одному, жить одному, жить одному Знаю, 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 знаю Птичек узнают Потому что, потому что Птички песенки поют Только тех, которые поют Птицами, птицами всюду признают Птицами, птицами всюду признают Какая все-таки хорошая песенка Каждый должен узнать, что он за птица И если он не птица, а, например, червяк То это тоже здорово Каждый на своем месте хорош Я теперь точно знаю, что так даже интереснее дружить Ну и молодец! И вы со мной тоже будете дружить, правда? Хоть я и не гном Конечно будем! У нас, знаешь, сколько разных друзей! И почти все не гномы! Вот бы и мне с ними подружиться, а? Ну что ж, как-нибудь возьмем тебя с собой в сказку Сегодня? Ой, давайте сегодня, ну пожалуйста! Вы же говорили, что можно вот так, по сказочному И никто не заметит, что я... Говорил, говорил, но не сегодня Сегодня нам пора А когда? Когда меня в сказку возьмете? Ну, как-нибудь на днях Честно-честно? Вот честное гномское слово Жалко, что вам пора Я скучать буду Вы приходите опять поскорее, ладно? С вами так весело и так интересно А ты чем заниматься будешь, когда мы уйдем? Я? Ой Рисовать Я буду рисовать! Я нарисую волшебную полянку На которую собрались феи Вот А потом Оля посмотрит на эту картинку И сочинит музыку А Катя придумает танец Здорово! Здорово! Это уже прямо балет по сказке А у нас в чемоданчике как раз есть Что? Неужели балет? Конечно Ну, не весь балет целиком А музыка к балету Да ни к одному Очень много есть балетов сказок Щелкунчик, спящая красавица, золушка Щелкунчик? А можно послушать? Конечно, можно Я же говорил, что все девочки любят про принцев и превращения Конечно Это же так красиво Хотя, если все песни, картины и книжки будут только про это Будет скучно Хорошо, когда все разное